Добрый день, друзья! Сегодня с вами снова Алексей Сурнов, и мы продолжаем наш цикл лекций по курсу «Основы иммунологии». Мы закончили с теоретической частью, мы закончили с общей биологией иммунной системы. И, как я и обещал, мы переходим к медицинской и более практической части. С этим переходом связана одна тонкая вещь, о которой я повторял на предыдущих лекциях и буду повторять каждую лекцию снова, как попугай. Веща такая. Несмотря на то, что я буду рассказывать про болезни и про разработанные методы их излечения и борьбы с этими болезнями, я хочу подчеркнуть, что никакие мои лекции не могут быть интерпретированы как указание к действию или как рекомендации врача. Я не врач, я не имею лицензии заниматься медицинской практикой и не имею опыта работы с пациентами. Поэтому в избежание любых юридических и медицинских проблем я считаю своим долгом это подчеркнуть еще один раз. Тем не менее, курс иммунологии был бы неполным, если бы я не рассматривал заболевания, связанные с иммунной системой. В каких-то случаях и не только те заболевания, которые связаны с иммунной системой. И решение о включении такого полумедицинского раздела в свой курс я принял давно. Другое дело, что в процессе подготовки этих лекций план неоднократно менялся. Сначала я планировал сделать одну лекцию, посвященную болезням. Потом я решил это дело удлинить до одной лекции плюс небольшой фрагмент, который очевидным образом не входил в тематику запланированной лекции. Но впоследствии все это скатилось в какой-то кромешный совершенно ад производственный. И в итоге я решил темы разделить на несколько более или менее коротких кусков. Каждый посвященный конкретному заболеванию. Потому что втиснуть их, в общем-то говоря, по одну лекцию было невозможно совершенно. Сегодняшняя лекция будет посвящена довольно странной вещи, которая на первый взгляд никак не связана даже с иммунной системой. Мы будем говорить о прионных заболеваниях. И логика, по которой я открываю медицинскую часть своего курса именно с прионных заболеваний, она такая же, какая была и в теоретическом курсе иммунологии. Мы начинали с общей биологии клетки. И разбирали неиммунологические аспекты жизни. Мы разбирали, из чего клетка состоит, какие основные функции, которые она может выполнять. и построили какую-то картину в голове. А прионные заболевания – это такая вещь, которую эту картину ломают. Ну или, по крайней мере, довольно сильно модифицируют. И коль скоро мы начинали с общих вопросов, то давайте и медицинскую часть начнем тоже с такого вопроса, который ломает общие представления. Вот это главная причина, по которой я поставил эту лекцию в начале данной части. Что, собственно, была за картина? Ну, эта картина была сформулирована впервые Фрэнсисом Криком, одним из первооткрывателей двойной структуры ДНК. и первооткрывателем молекулярного механизма копирования генетической информации. И Крик дал этой теории название «Центральная догма молекулярной биологии». Она постулирует на основе масштабного количества экспериментальных фактов, что генетическая информация передается от ДНК к РНК, а далее к белку. Но не наоборот. Невозможно. Не существует биологических путей, биологических систем химических реакций, которые бы по структуре белка синтезировали бы эквивалентную ему структуру ДНК, эквивалентную ему последовательность нуклеотидов. Довольно долго предполагалось, что не существует путей, которые бы по структуре РНК синтезировали бы эквивалентную ей структуру ДНК, но впоследствии оказалось, что такие пути как раз и есть. Зная РНК-последовательность, мы можем восстановить ДНК. И не только мы, но на бумаге. На бумаге-то мы все можем сделать. Но и некоторые живые существа могут это делать. Например, ретровирусы. Они строят цепочку ДНК, используя исходную цепочку РНК как матрицу. Этот процесс называется обратной транскрипцией, и он дополняет изначальную концепцию Фрэнсиса Крико, изначальную центральную догму молекулярной биологии. Но вот от белка к нуклеиновым кислотам переноса информации запрещен. Не существует таких биологических систем, которые бы это делали. Априонные заболевания. Это такие заболевания, в которых в какой-то степени, в каком-то смысле информация переносится именно за счет белка. Совсем другими механизмами, не вовлекающими нуклеиновые кислоты вообще. И такой процесс переноса информации нужно учитывать. Он не является распространенным. Он не является сколь-нибудь существенно противоречащим оригинальной концепции. Он просто дополняет ее. И в некоторых весьма специфических случаях он играет значительный урок. Но про это мы про все поговорим. Начнем с более-менее очевидных и понятных вещей. Что такое прионные заболевания? Это так называемые губчатые трансмиссивные энцефалопатии. И прежде чем я расскажу, что это словосочетание обозначает, я приведу примеры таких заболеваний, которые на сегодняшний момент известны. Следующий слайд. Трансмиссивные губчатые энцефалопатии. Среди них довольно хорошо известное большинству населения, большинству наших слушателей коровье бешенство. Оно здесь взято в кавычки. На самом деле она называется губчатая энцефалопатия рогатого скота. Аналогичная болезнь овец под названием скрейпи, которую идентифицировали на самом деле раньше, чем у коров. А также несколько аналогичных синдромов, встречающихся у людей. Это болезнь Крейсфельда якобы, болезнь Куру, фатальная семейная бессонница, страшная штука. И еще одно тоже очень редкое заболевание названием синдром Герцмана Штрауслера Шенкера. Слово трансмиссивная губчатая энцефалопатия обозначает вот что. Трансмиссивные означает переносимые, то есть по-простому говоря заразные болезни, которые могут прививаться от одного носителя к другому. Губчатая энцефалопатия означает, что это болезнь мозга, энцефалон это головной мозг, энцефалопатия это болезнь головного мозга, а слово губчатая действительно отражает реально то, что происходит с головным мозгом при течении этого заболевания. Мозг становится похожим на губку. И на следующем слайде я привожу микрофотографию препарата головного мозга у пациента, ну даже не у пациента, а у человека, погибшего от болезни Крейсфельда Якова. Следующий слайд. Вот этот препарат, на нем видны многочисленные пустоты, где ткань отмирает, где вообще нету никаких клеток и действительно ткань похожа на губку. Поговорим немножко поподробнее об этом без слайдов пока. В своей лекции я буду пользоваться материалами в основном описанных в двух источниках. Ну и в большом количестве других источниках тоже, но при поиске информации я пользовался двумя обобщающими источниками, обзорами. Один из них это соответствующая статья в Википедии. Она так и называется прионы в русскоязычном разделе Википедии. Другой источник это обзор недавно вышедший за он вышел в 13 году, в 2013 году за авторством человека по фамилии Агуци. и как и на предыдущих лекциях все полные ссылки на всю литературу будут даваться в самом конце с полным перечнем библиографической информации, которая достаточна для поиска этих материалов в интернете и в библиотеках. А короткие ссылки будут даваться в слайдах по мере продвижения лекций. Еще один момент, который я хотел сейчас озвучить, это некоторая терминология. Несмотря на то, что одна из болезней в нашем списке называется коровьим бешенством в просторечии, она к обыкновенному бешенству не имеет никакого отношения. Обыкновенное бешенство это вирусная инфекция. А что такое вирус, мы прекрасно помним из лекции номер 2 по патогенах. И там все более или менее просто. Вирус бешенства накапливается в слюне заразившегося животного. Если человека кусает бешеная собака или кошка или что-нибудь еще, этот вирус попадает в раму из слюны. он какое-то довольно продолжительное время, несколько дней находится в межклеточном пространстве, в мышцах, а после этого медленно проникает в нервы. И по нервам распространяется до центральной нервной системы. И уж когда он попадает в тела нервов, в мозг, спиной мозг, то там он начинает реплицироваться, начинает производить новые вирусные частицы, клетки отмирают, как иммунопривилегированный сайт центральная нервная система не обеспечивает достаточно интенсивности иммунного ответа, и пациент довольно быстро умирает от необратимых повреждений центральной нервной системы. Лечится обычное бешенство с помощью своевременной вакцинации сразу после укуса, сразу после предполагаемого контакта с вирусом пациенту вводится внутримышечно противо, ну, как сказать, антирабические, против бешенства антитела от лошадей, допустим, которые блокируют вирусные частицы до их распространения по нервам, до их проникновения в нервы. А кроме того, вводятся антигены вируса для того, чтобы стимулировать иммунную реакцию организма сразу. Дело в том, что сам вирус бешенства не очень сильно вызывает иммунный ответ по причинам, которые до сих пор непонятны, и даже не думаю, что они когда-либо будут исследоваться полностью. Они будут исследоваться просто потому, что существующая профилактика бешенства работает. Собственно, не нужно ничего изобретать нового, коль скоро то, что уже существует, работает очень хорошо. Так вот, пациенту вводят вакцину, которая представляет себя ослабленный или убитый вирус с повышенной иммуногенностью, и эта вакцина стимулирует мощный B-клеточный ответ. Если сам вирус может в некоторых случаях вызывать T-клеточный ответ, и не приводит к образованию широкого спектра антител, а приводит только к дальнейшему погреждению клеток с помощью CD8 положительных T-клеток, с помощью киллеров, смотря предыдущие лекции, то вакцина вызывает образование антител, вызывает работу B-клеток и позволяет пациенту выжить. Собственно, после введения вакцины бешенство не развивается. Но это обычное бешенство. то, с которым уже научились бороться, против которого существует технология такого лечения, против которого разбрасываются приманки с прививками, с вакциной для диких животных в странах Европы, Германии и так далее. Это все известные вирусные инфекции. Дорогие бешенство это другая вещь, совершенно другими механизмами, абсолютно ничем не связанными с вирусными механизмами обычного бешенства. Ну вот, после того, как мы терминологию разобрали чуть-чуть, а заодно мы говорили про обычное бешенство, что тоже полезно лишний раз напомнить, переходим собственно к трансмиссивным губчатым энцефалопатиям, каприонным заболеваниям. Начнем с болезни скрейпи. Она поражает овец. Выражается она сначала очень сильным зудом, потом потерей координации движения, общим истощением и в конце концов в 100% случаях смерти. Овцы не выздоравливают. прогрессирует болезнь быстро, способов лечения неизвестны. Поражает она в этих овцах исключительно центральную нервную систему. коровьи бешенства в общем абсолютно аналогично скрейпи. Нервная система, мозг коров оказывается поврежден, животное не может встать на ноги, животное испытывает непреодолимые трудности при передвижении, при выполнении каких-то минимальных жизненных функций, в конце концов тоже умирает фактически от разрушения нервной системы. Сколь не прискорбно это говорить, аналогичные вещи случаются и с людьми. И для исследователей было всегда очень соблазнительно объединить эти синдромы под одной идеологией. Предположить, что вызываются они одними и теми же механизмами, возможно, даже одним и тем же возбудителем. Вот только возбудитель этот оказался немножко странным. Во-первых, было доказано, что эта болезнь прививается от одного носителя к другому. То есть, что она действительно заразная, трансмиссивная. Можно было дать препарат, приготовленный из мозга заболевшей овцы. Допустим, его можно было дать другой овце. Она бы это дело съела, и через какое-то время у нее бы тоже развелась болезнь скрейта. И с коровым бешенством точно так же. Вследствие этого начались поиски того агента, который вызывает это заболевание. И выяснилось, что агент этот обладает рядом интересных свойств, которые не согласуются с известными свойствами нуклеиновых кислот. Основного компонента, ну, вернее, необходимого компонента как вирусных частиц, так и любых клеток. Следующий слайд. Во-первых, инфекционный агент скрейпи выдерживал колоссальные дозы жесткого излучения. Такое излучение, которое бы уничтожило вирусную частицу и не говоря уж там про какие-либо клетки, что материальные, что эукариотические, естественно. То есть, не разрушается жестким излучением. Из этого могло следовать два предположения. Во-первых, можно было предположить, что инфекционный агент невероятно мал. И кванты гамма-излучения или вот этого там ультрафиолета, чем они его облучали, просто редко в него попадают. Что он гораздо меньше даже самых маленьких вирусных частиц. А во-вторых, можно было предположить, что он не содержит ДНК или другой муклиновой кислоты, потому что ДНК достаточно чувствительна к электромагнитному воздействию. кванты электромагнитного поля вызывают повреждения в ДНК, которые при последующей репликации размножения в ДНК вырастают в мутации и в потерю функциональности. Ну и действительно в 1982 году было показано, что инфекционный агент трансмиссивных глупчатых энцефалопатий состоит только из белка. Было это сделано в серии работ, нескольких работах, которые возглавлял биолог по имени Стэнли. Ну вот, честно говоря, не знаю, где ставить ударение в его фамилии. Я всегда привык говорить Стэнли Прузинер. Если он не Прузинер, а Прузинер, то я извиняюсь, потому что не встречалось мне правильного произношения. А если не встречалось, то забыли. Ну, в общем, не важно. Было показано, что некоторый белковый препарат, не содержащий имущеиновых кислот, при скармливании экспериментальным животным, а вернее, даже, простите, пожалуйста, не при скармливании, а при внутримозговой инъекции, про скармливание потом будет разговор идти, значит, при внутримозговой инъекции экспериментальным животным вызывает болезнь, совершенно аналогичную той болезни, которая была у животного донора этого препарата. Дальше больше. Дальше начали усиленно искать, что же это за белок такое, и описали ген ПРНТ. Ген, с которого считывается белок, которые, собственно, и составляют большую часть вот этого инфекционного препарата. Ну, и уже впоследствии, гораздо позже, с помощью достаточно пробинтых уже технологий изощренных, была выделена долговая фракция, то есть те самые многомолекулярные агрегаты определенного размера, которые состоят из конкретно этого белка, и которые способны вызывать инфекцию. Агрегаты меньшего размера обладали не очень хорошей способностью к инфекцированию рецепиентов, а агрегаты большего размера, ну, соответственно, тоже, то есть была выделена наиболее патогенная фракция. Так вот, что же это за белок такой? Для того, чтобы понять, что такое инфекционный агент заболеваний, мы должны вспомнить, что такое вторичная и третичная структура белка. Ну, даже третичная скорее. Перейдем к следующему слайме. По первой лекции, по самой первой лекции, мы помним, что из себя представляет белковая молекула. Это полимер, одномерный, состоящий из аминокислот. Всего аминокислот бывает 20 разных штук, которые здесь обозначены разными цветами. Каждый шарик, каждый кружочек здесь это одна аминокислота. Синенькая аминокислота, она такая же, как и здесь. Желтенькие две тоже одинаковые, зелененькие одинаковые. Ну, и в разной последовательности они могут соединяться друг с другом и образовывать длинную нить, похожую на нитку БУС. Это и есть модель белковой молекулы. Теперь, эта нитка может сворачиваться, она может сворачиваться один раз в какую-то довольно простую структуру, которая называется альфа-спирали и бета-слои. Они на этом рисунке не показаны. А вот дальше, после такого сворачивания, вот это уже вторичная структура, состоящая из альфа-спирали и бета-слоев, может сворачиваться с третичной структурой. И третичная структура может быть самой разной. Она определяется химическими свойствами аминокислот, а самое главное тем, какой последовательности эти аминокислоты находятся друг относительно друга. То есть изначальные последовательности серенькие, зелененькие, синикие, серенькие, желтенькие и так далее. Такой последовательности. Действительно, нужно особенно подчеркнуть, что одна и та же белковая аминокислотная последовательность может в принципе сворачиваться в несколько разных устойчивых третичных структур. Вот, например, вот эта вот последовательность взяла и свернулась вот в такую вот зигзаг, похожую на букву Z, наверное, не знаю. И вот в такую штуковину, непонятно даже на что похожим. Это, конечно, абстракция, но в жизни такое тоже происходит. Потому что и эта структура, и эта структура отвечают некоторому энергетическому минимуму, из которой молекуле невыгодно выходить. Но просто это два минимума в пространстве всех возможных конфигураций, в пространстве всех возможных структур. Теперь, что такое прион? По определению, так, давайте перейдем на следующий слайд, кстати. Что такое прион? По определению, прион – это белок, способный катализировать изменения третичной структуры других белковых молекул с такой же точной аминокислотной последовательностью. То есть, вот две третичные структуры из предыдущего рисунка. Одну назовем структуру А, другую – структуру Б. И белок, наш исходный белок, будет называться прионом в том случае, если структура Б может из структуры А делать такую же себе подобную структуру Б. Вот это классическое определение приона. Ну, соответственно, эта реакция однонаправленная на рисунке, видно. И, соответственно, скорость ее возрастает по мере накопления белка Б. Если у нас есть много-много молекул типа А и одна небольшая затравочка типа Б, то через какое-то время, сначала медленно-медленно, а потом все быстрее, лавинообразно, все молекулы перейдут в состояние Б, катализируемые, и эта реакция будет ускоряться в процессе катализа со стороны совозрастающего количества молекул типа Б. Так оказалось, что вот этот белок, считываемый из гена ПРНП, который присутствует и в клетках коров, и в клетках овец, и у людей, что именно он ответственен за возникновение всех перечисленных прионных заболеваний, которые я на первых слайдах показал. Следующий слайд, пожалуйста. Так вот, хорошо. Продукт гена ПРНП называется ПРП. ПРП – это белок. И эта аббревиатура, она просто означает прион-протеин, прионный белок, и он является возбудителем всех известных на сегодняшний момент трансмиссивных лучших энцефалопатий и млекопитающих. Он существует в двух третичных формах. Вот эти третичные структуры А и Б, они также в литературе могут называться конформациями. И здоровая конформация, которая присутствует в нервных клетках любого человека и любой овцы тоже, она называется ПРП-С, от слова Cell, то есть та конформация, которая присутствует в клетках. А патологическая конформация – это ПРП-СЦ, от слова Scrappy. ПРП-СЦ на редкость зловредная штуковина. Он не разлагается обычными ферментами, которые расщепляют белки. Ведь что в клетках, что в межклеточном веществе, что в пищеварительном тракте, допустим, существует достаточно большое количество ферментов, которые катализируют распад белковых цепей. Они разрезают их на отдельные аминокислоты, а дальше аминокислоты включаются в круговорот аминокислот и вообще там всех биологических веществ в организме. А вот ПРП-СЦ к этим паратеазам, как говорят, к этим белкам-разрезателям, кустойчив. Он формирует очень инертные агрегаты, вероятно, по форме похожие на нити, на такие фибрилы. Длинные, тонкие, вытянутые. Их наблюдали даже под микроскопом, их наблюдали вот здесь, вот в этой странице. Пока что, честно говоря, мы пользуемся двумя альтернативными определениями. Мы сначала говорим, что есть какая-то конформация белка ПРП, которая патогенна, то есть которая может вызывать заболевание, и какая-то конформация, не знаю, та же самая или не та же самая, которая устойчива к протеазам. Поэтому, если подходить совсем формально строго, то можно говорить о двух конформациях. ПРП-рез от слова резистентный, устойчивый, и ПРП-СЦ от слова скрейпи, который вызывает эту болезнь. Но большое количество экспериментальных данных показало, что ПРП-рез равно ПРП-СЦ, что это одно и то же. Конформация, которая нерасторима, она же обладает прионной активностью, она же способна конвертировать исходный клеточный белок в себе подобный агрегат, и она же ответственна за вот эти вот болезни центральной нервной системы. Так, следующий слайд. Вот. Есть аналогичные болезни, которые вызываются накоплением других белков, тоже в мозге, кстати говоря. Ну, самая известная, например, болезнь Альцхеймера, или, в общем-то говоря, как более правильно произносить немецкую фамилию Альцхеймера, она связана с накоплением ТАО-белка и бета-амилоидного белка. И про это можно почитать и в биомолекуле, на сайте биомолекула, и можно почитать в египедии, и можно почитать в любом обзоре по болезни Альцхеймера. И, в общем-то говоря, это не секрет. Другое дело, что до сих пор неизвестно, а действительно ли накопление вот этих вот белковых агрегатов – это и есть то, что провоцирует болезнь Альцхеймера, или это просто один из побочных симптомов, но не причины. Другой пример энцефалопатии, сопряженной с патологическим накоплением белковых агрегатов – это лобно-височная деменция. Она связана с накоплением белка ТВП-43, и этим заболеванием в том числе занимаются группы в том институте, в котором я работаю, в университете Сент-Люиса. Но не совсем понятно, попадают ли эти белки, что в синдроме Альцхеймера, что в лобно-височной деменции, попадают ли они под формальное определение приона. То есть достаточно ли патологичной конформации этого белка для того, чтобы производился переход из здоровой конформации опять-таки в патологичную. Является ли патологичная конформация этого белка единственным необходимым катализатором? Это неизвестно, и поэтому про эти белки не говорят как про прионы по определению. Ну, очевидно, значит, это я сейчас смотрю в своей записи. Да, про это мы рассказали. Давайте поговорим про пути заражения и, собственно, про то, что происходит с этим белком в организме. Следующий слайд. На сегодняшний момент предполагается следующая схема заражения. Я вот здесь ее тут нарисовал. Она, судя по всему, встречается в природе. Судя по всему, это та схема заражения, которая встречается в природе. Предположим, что какое-то количество патогенной фракции этого белка, патогенной конформации, попадает в пищеварительный тракт. Вот этой зеленой стрелкой. Ну, здесь изображен человеческий желудок. На самом деле, может быть, что угодно другое, но тем не менее. Значит, попадает пищеварительный тракт. В желудке кислая среда. А белку это не страшно. Он очень устойчив к такого рода химическим воздействиям. Поэтому он непереваренным переходит в следующий отдел пищеварительного тракта, в 12-перстную пышку, вообще в тонкий кишечник. Там его подстерегают протеазы поджелудочной железы. Те самые, которые переваривают попадающие из пищи белки и расщепляют их на аминокислоты. А нашему белку это все равно не страшно, потому что он, опять же, жутко эмертный. И в таком непереваренном виде он доходит до очага лимфоидной ткани. Вот она, где нам пригодится иммунология. Вот в этом вот маленьком кружочке здесь. В стенке кишечника, вот здесь вот это вот так вот нарисовано, значит, находится скопление лимфатических клеток. Она называется пьеровой бляшкой. И, по-моему, мы про это говорили в лекции номер 3, если я не ошибаюсь. Значит, что здесь вообще-то нарисовано? Вот это вот все пространство, ограниченное вот этой синей линией, это просвет кишечника. Здесь плавает поглощенная пища. Вот это, это слой гладкомышечных клеток, которые обеспечивают перистальтику кишечника. Здесь какая-то соединительная ткань. Здесь, в общем-то говоря, уже вот эта вот синяя, это выстилка кишечника, эпителий, те самые клетки, которые поглощают питательные вещества. А в каких-то местах этот эпителий отсутствует. Вот курсор здесь, вот он. Здесь выстилка кишечника представлена в перемешку эпителиальными клетками и так называемыми М-клетками. А М-клетки занимаются передачей антигенов, которые попадают с пищей, сначала дендритным клеткам, а потом всяким разным эмфоцитам и так далее, которые находятся в еровой бляшке. И это важный элемент иммунного ответа, или вернее подавления ненужного иммунного ответа на антигене пищи. Ну вот дендритная клетка приняла от М-клетки вот этот гулковый агрегат, который сюда приплыл. А потом дендритные клетки, они же не постоянно здесь сидят. Они, в принципе, могут мигрировать. Ну или, по крайней мере, есть экспериментальное подтверждение того, что дендритные клетки расселяются потом из М-клеток. Ну то, что им давали, скажем, какую-нибудь метку, светящуюся, а потом смотрели, куда эта метка приползет в организме. Ну и вот там дендритная клетка из кишечника вышла, пошла путешествовать. Вот она такая дендритная клетка. Я ее здесь пытался нарисовать такой очень ворсинчатой, очень такой сжатой, ну какой она, собственно, и является. И она приходит в лимфоидные органы. Она приходит в селезенку. Туда, где дендритным клеткам как раз и место. А вот из селезенки тот белок прионный, который дендритная клетка поглотила, может с очень маленьким коэффициентом эффективности, с очень маленькой вероятностью, но все-таки действительно может придаться в нервы солнечного сплетения. Честно говоря, я не знаю, как он правильно называется анатомически, но будем его условно называть селезеночным нервом, если это неправильное название, то извиняюсь. И все. И здесь уже пошла цепная реакция. И никуда от нее не деться. Потому что как только какое-то количество патологического белка в нервах появилось, оно с какой-то скоростью, но заполнит собой все. И разовьется вот эта самая болезнь. Ну, этот белок на всем этом пути подстригает множество опасностей. До нервов доходят очень немного, но если доходят, то уже все. Эта схема, я так понимаю, что вы ее не найдете. Ну, вы можете не найти такой вот прямо действительно структурированной картинки в большинстве обзоров, но после прочтения этих статей вот такое именно впечатление и складывается, что именно так происходит заражение. Относительно того, как белок попадает в пищеварительный тракт, мы еще поговорим. Это отдельная песня. Ну, вот это, собственно, тот обзор, на который я ссылаюсь в основном. Это сама экспериментальная статья, где было показано, что по пищеварительной системе прионы могут распространяться. Давайте я сейчас ересу со своими бумагами здесь. Простите, пожалуйста. Да, это именно та самая статья, где мышам скармливали препараты нервной ткани от овец и коров с приемным заболеванием. И мыши тоже начинали заболевать. Так, хорошо. Чего получается дальше, после того, как ПРП скрейпит информацию и попал в нервную систему? Следующий слайд. Дальше вот ничего хорошего. Экспериментально выяснено, что количество ПРП растет в нервной ткани. Оно растет именно под этой патологической конформацией. Оно растет экспоненциально с течением времени. Ну, вот эта вот картинка, она взята, в общем-то говоря, из вот этой статьи. Я не стал просто брать и копировать картинку, я ее нарисовал своими руками, но можете поверить, что она приблизительно такая. Он накапливается экспоненциально, то есть логарифмической... Если количество ПРП отложить по логарифмической шкале, то здесь будет приблизительно прямая линия. И она растет двухстадийно. Вот на ней детектировался такой провал, а потом она снова начнала расти и росла уже до самого конца, до тех пор, пока животное не умирало. Что здесь нужно сказать? Что проверка аминокислотной последовательности накапливающегося белка действительно подтверждает ту гипотезу, что полезность распространяется только белком. Почему? Потому что тот белок ПРП, который накапливается в организме зараженного животного, имеет ту аминокислотную последовательность, как в геноме рецепиента. Именно ту. Что я под этим имею в виду? Ну, понятное дело, что белок ПРП, он похож и у мышей, и у коров. Но все-таки он не совсем похож. Он аналогичен. Да, безусловно. В нем много сходных участков, или даже одних и тех же участков. Он довольно похож между разными видами. Но есть некоторые участки в этой белковой последовательности, аминокислотной последовательности, которые разные у мыши и у корова. Но коровий белок все равно может катализировать превращение мышиного белка в патологичный. Но этот патологичный белок, он по аминокислотной последовательности именно точно такой же, как у мыши, а не такой же, как у коровы. Поэтому репликации коровьего материала в организме мыши не идет. А идет только видоизменение этого материала мышиного, который в этой мыши уже был. Ну вот это вот еще одна ссылка на еще один обзор, кстати, другой, где этот вопрос более-менее подробно рассматривается тоже. Так. Сейчас момент. Знаете что? Давайте поговорим сейчас про... Поговорим просто так без слайда с паком. Так вот. Я хотел еще сказать, что на той картинке, которая до этого на предыдущем слайде была изображена, описывается двухстадийный ряд, двухстадийный такой процесс. Вообще говоря, кинетика накопления белка ПРП не очень ясна с математической, с физической точки зрения. Потому что... Вот про это точно написано в Википедии было. Но, честно говоря... Ну, в общем, сейчас поймете, что я имею в виду. Если мы рассматриваем нить белка ПРПСЦ, патогенного, то рост ее будет на концах. Вот концы этой нити возьмут, инициируют переход нормальной формы белка в патогенную, и эта патогенная присоединится к концам. То есть нить растет с концов. она нектализирует переход исходного белка где-то вокруг себя просто в пространстве. Она просто берет и подстраивает к себе белковые субъединицы. А это значит, что кинетика будет медленнее, чем экспоненциальная. А если мы предположим, что эта нить катализирует переход всех тех белков, которые растеряны просто вокруг нее, и эти белки сами сразу, не присоединяясь к этой нити, начинают катализировать переход других белков в такую же патологическую конформацию, то кинетика наоборот будет гораздо быстрее. Она тоже будет экспоненциальной, но к акценту экспоненты будут быстрее, чем можно заключить из этого графика. И кроме того, исчезнет этот провал непонятно почему возникающий. Так вот, довольно много было моделей придумано математических, которые играя скоростью разламывания этих нитей и значит образования новых дополнительных точек роста вот этих патологичных агрегатов подгоняют теорию под практический результат. Честно говоря, довольно большое количество этих теорий не очень хорошо проверяется. Они так и остаются написанными на бумаге. И в этом более или менее стереотипная проблема во взаимодействии математики и биологии. Математика очень хорошо работает в биологии, когда нужно исследовать последовательность нуклеотидов или белков, находить между ними сходства, находить какую-то историю эволюции видов и образование видов друг от друга. Вот здесь, пожалуйста, математическое моделирование работает прекрасно. С другой стороны, когда мы начинаем моделировать клеточные процессы, необходимо признать, что мы пока не обладаем достаточной биологической интуицией, чтобы отбросить несущественные факторы в нашей модели. А биологи не стремятся в математиках эту интуицию развивать. Поэтому математики существуют отдельно, отбрасывают что попало, какие угодно факторы, и смотрят, как себя поведет математическая модель. С другой стороны, биологи не отбрасывают из рассмотрения никаких факторов, ну или условно, конечно, не отбрасывают, они рассматривают гораздо больше факторов, но не рассматривают их количественно. И вот на клеточном уровне на сегодняшний момент сильного соединения математики с биологией не существует. Мне кажется, что математика и биология все еще ждет своего часа, когда придет человек, подобный Ньютону или кому-нибудь еще, и скажет, что вот как Ньютон сказал, что при моделировании движения материальной точки вторую производную ее координаты по времени нужно рассматривать, а третью уже не нужно. И совершенно безразлично, что влияет на эту вторую производную. Самое главное, что ее знать достаточно для расчета дальнейшей динамики. Вот. Ну, кто знает, может быть, про это мы еще поговорим более подробно в следующих таких минут наших передачах. А пока вернемся снова к приемным белкам. Там осталось немного. Так. Возвращаемся на один слайд назад. На слайд изображающий схему инфицирования прионными заболеваниями. Так. Вот он слайд. Пока еще ждем. Я не сейчас расскажу, как прион впадает в пищеваретний тракт. А вот что происходит здесь? Вот, когда зараженная прионом дендритная клетка приползла в селезенку. Как эта прионная частица, этот белковый агрегат может попасть в нервы? Знаете, на самом деле несколько разных было теорий и даже несколько разных экспериментов подтверждали разные теории на этот счет. То есть, по-видимому, способов заражения нервов несколько разных существует в природе. Так. Следующий слайд и еще следующий слайд. Вот так вот. в принципе, белковые сгустки могут секретироваться, исторгаться из дендритной клетки. И вот та работа, на которую я уже ссылался один раз, простите, да, на которую я ссылался при описании чистой белковой гипотезы, когда говорил, что выделена патологичная белковая фракция, вот именно те агрегаты конкретного размера, которые способны заражать нейроны, я имел ввиду именно это исследование. Были, было показано, что через, что нейроны могут воспринимать из среды кластеры молекул ПРПСЦ определенного размера и что эти кластеры, эти нейроны заражают без всякого активного механизма. Просто вот эти белковые сгустки плавают в среде, нейроны точно там же существуют и через какое-то время белковые сгустки проникают в них и пошло-поехало. Однако же существует еще другой экспериментально доказанный путь передачи ПРПСЦ. На этот раз уже непосредственно от дендритных клеток к нейронам. И здесь играют роль мостики цитоплазматические, протянутые от нейронов к дендритным клеткам. Иногда клетки могут устанавливать между собой такие как это говорят нано-тюбулы, нано-трубочки. Только не путайте их, пожалуйста, с микротрубочками. Микротрубочки это внутриклеточная структура, элементы цитоскелета. Мы про нее говорили наверное в лекции номер один. Если я ничего не путаю. А вот эти нано-трубочки, я даже не знаю как их назвать по-русски, они межклеточные мостики. И не все клетки их образовывают, не часто, это довольно такой не особенно изученный объект. но тем не менее вот в этой статье довольно подробно, если не сказать дотошно, очень с мнением такого серьезного аппарата в деталях исследуется процесс передачи по РПС-Ц умеченного от дендритной клетки, вот она красная такая, на нейрон. Ну, собственно, это одна и та же картинка, только здесь совмещено изображение с флюоресцентного микроскопа с изображением с обычного светового микроскопа, а здесь только флюоресцентная картинка. Значит, ну, не знаю, я, честно говоря, просто взял эти картинки и скопировал в этой статье. Я, честно говорю, откуда я их взял, библиографическую информацию вы можете посмотреть в разделе ссылок в конце лекции. Надеюсь, что я не нарушил никаких авторских прав. По-моему, для нужд общественного образования это заимствование вполне оправданное. Так вот, эта дендритная клетка ясно видно, как передает вот по этой вот цитоплазматической трубочке патогенную частицу по РПСЦ прямо в нейрон. Вот он, вот он нерв. Вот он отросток нейрона. А вот эти вот маленькие красненькие пятнышки здесь, они как раз и есть вот эти вот патологические частицы по РПСЦ. Вот так вот это и увидели. Так, ну, давайте теперь поговорим про заражение как таковое. без слайдов пока. Так, вот о нем. Человек, ну, собственно, сначала с овец из коров. Вот, что-то с овцами пока не складывается, да, откуда у них там в кишечнике могут образовываться прионы из тел других больных овец или коров. А все довольно просто, потому что на протяжении довольно долгого времени в комбикорм, в тот корм, который дают этим животным, действительно добавлялись, добавлялась костная мука, добавлялись какие-то экстракты животного происхождения, в том числе и из говядины, и из баранины. и они содержали вот эти высокоинертные, ни с чем не реагирующие, никак не разрушающиеся здоровенные белковые спуски. И таким образом эпидемия скрейпи и коров вот она и распространялась. По крайней мере, судя по всему, это так. Не очень хорошо себе представляю, как эпидемия скрейпи могла распространяться в стародавние времена, когда овец просто пасли на травке. Но, возможно, сложно сказать, возможно, через фекалии ведь этот белок вполне может пройти неразрушенную через весь кишечный тракт, а какая-нибудь другая овца его подберет. Я не скажу, что это была сильная эпидемия, что она прямо у всех овец поголовно стригла. Но какой-то коэффициент передачи скорее всего был. А уж если мы вспомним коэффициент передачи других заболеваний, как, например, паразитической инфекцией, которая вызывается плоским червем, смотри лекцию номер два, по-моему, если я еще не буду. Там вообще только делу можно даваться через какие насколько мал процент вероятности того, что червяк попадет сначала из человека или из коровы в улитку, потом из улитки снова в корову и так далее. Практически равная нулю вероятность. Но, тем не менее, такое случается. у человека болезнь Крейсфельда якобы, допустим, может развиваться спонтанно, спорадически. Она может развиваться просто за счет того, что ген ПРНП мутировал и эта мутация способствует изменению третичной структуры белка, который считывается с этого гена. А может такая болезнь передаваться через зараженные скальпели при каких-то операциях на мозге. Потому что белки эти, как весьма устойчивые структуры, практически не разрушаются, как я уже говорил, стандартными методами дезинфекции. Ну, конечно, как только про эти болезни стало известно, методы дезинфекции улучшили, и теперь современные методы дезинфекции уничтожают и прионные белки тоже. Но раньше, когда про прионные белки не знали, способность, существовала вероятность переноса этих болезней через медицинские инструменты. Так. Дальше следующий слайд, посмотрим на следующий слайд. Вот. Иногда человек может заражаться прионами при употреблении говядины. Вот одна такая вспышка была в Европе, в Великобритании. И, возможно, в других странах там вот в этой статье можете найти статистику, но сразу оговорюсь, что статистика это небольшая. И случаи заражения человека через горядину невероятно редки. Их там было всего несколько там, наверное, может быть, сотни, может быть, две, но как-то это совсем было очень минорное такое событие, хотя, конечно, оно заканчивалось трагически, потому что эти болезни необратимые и неизлечимые и в 100% случаев смертей. Вот так вот. А вот дальше вообще интересный интересный пример болезнь Куру. Я ее как-то обошел своим вниманием, но вначале я про нее рассказал. Она распространялась среди племени новогвинейских аборигенов Форе или Форе, Форе, Форе. В общем, есть такое племя в плану Новогвиней. И они ели друг друга и врагов ели, друзей ели. И вот в результате этого ритуального каннибализма в том числе потреблялся и мозг, который считался обладающим особыми какими-то свойствами. И этот мозг подавался детям, как говорят, как в популярной литературе написано, для стимулирования их собственных мыслительных способностей. Болезнь Куру это первая, не первая болезнь прионная у человека, которая была описана. Болезнь Критсфельда Якова была описана раньше, но зато это первая человеческая болезнь с прионным механизмом, для которого была доказана заразность. Изоляты из мозга умерших от Куру людей прививались обезьянам, и обезьяны тоже заболевали. Вот так. Ну, вы можете меня спросить, если эти болезни вызываются одним и тем же белком, и они не зависят от того, какой именно белок, из какого именно организма пришел тот белок, который эту болезнь вызывает, какая была затравка, такими словами, то почему этих болезней несколько? Почему есть Куру, почему есть коровье бешенство, почему есть фатальная семейная бессонница и так далее? Ну, судя по всему, это связано с тем, что разные народности и разные люди вообще обладают разными аллелями собственного своего гена ПРНП. То есть, точно так же, как ген ПРНП чуть-чуть различается у коровы его мыши, точно так же он чуть-чуть различается у нескольких людей. Мы про это с вами говорили на первой лекции, когда обсуждали механизмы наследования генетической информации. Существует такое понятие, аллели генов. У разных людей гены очень похожие, они функционально почти одинаковые, но какие-то минорные различия между ними есть. И вот возможно, что один и тот же патогенный белковый сгусток может в разных людях вызвать у кого куру, а у кого болезнь Трейсфельда якобы, допустим. У европейцев болезнь Трейсфельда якобы, а у людей с другим генетическим фоном, с другим генофондом, у членов племени Форы может вызвать куру. Ну, кстати говоря, по поводу куру, надо сказать, что она была полностью искоренена. Сейчас члены племени Форы друг друга не едят, и вот этот ритуал, ритуальный каннибализм полностью искоренен, и болезнь Куру считается уничтоженной. По поводу генетических предрасположенностей к тому или иному виду племенных заболеваний мы можем обратиться к работам вот к этой работе генетиков. Они исследовали фатальную семейную бессонницу, заболевание, при котором поражение мозга выливается в неспособность спать и полное нарушение когнитивных сознательных функций. Эта болезнь была четко ассоциирована с конкретной мутацией в ПРНП-гене. Ну, а дальнейшие генетические варианты, которые могут обеспечивать разные течения заболевания в какой-то степени освещены вот в обзоре Уилла и Айронсайда, на которые я тоже уже ссылался. так, следующий слайд ссылки, вот они. Ну, вы можете в любой момент поставить на паузу, посмотреть более детально. сейчас я включу видео снова и попрощаюсь. Мы закончили первую короткую часть нашего медицинского фрагмента этого курса. Мы рассмотрели прионные заболевания, как те болезни, которые затрагивают самые основополагающие наши представления о том, как клетка функционирует, о том, что не обязательно для любого переноса информации и для любого процесса схожего с репликацией необходимой нуклеиновой кислоты. Иногда эти процессы могут переноситься только белками, хотя, конечно, ни о том наследовании генетической информации здесь речи не идет. И на этом вот эта часть курса, медицинская часть про прионы может быть закончена. Пару слов я должен сказать еще про то, что прионы формально существуют не только у млекопитающих, но и у грибов. Они не схожи по структуре с продуктом гена ПРНП млекопитающих, они совершенно другие. Тем не менее, по формальному определению они также являются прионами. Они способны катализировать свое собственное изменение конформации, изменение конформации молекул той же самой последовательности. Но они не вызывают болезни. прионы дрожжей они про них вообще отдельная наука и честно говоря я даже не знаю в каких-то условиях они могут играть благотворную роль в этих дрожжах, способствовать их приспосабливаемости, адаптивности. В каких-то случаях они судя по всему никакой роли особенной не несут. они были открыты когда изучали странные негенетические варианты наследования окраски дрожжей насколько я это знаю. Но в медицинскую часть курса это не входит и всех интересующихся я приглашаю искать такую информацию самим в интернете по ключевым словам прионы дрожжей на русском или английском языке. На сегодня все. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующий раз на лекции про ВИЧ-инфекцию. С вами был Алексей Сурнов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok